Цифровые платформы готовятся нанести сокрушительный удар по турецкому телевидению, прилагая своим звездам невероятные суммы. Сколько же получают звезды Турдизи, которые подписали контракт с Disney+. Вы будете шокированы озвученными суммами. В течение последних месяцев турецкие СМИ переполнены новостями о выходе на турецкий сериальный рынок нового мощного игрока – цифровой платформы Disney+, которая уже заключила сделку с 15 звездами и продолжает заключать впечатляющие контракты. Кроме звезд турецкого экрана и известных режиссеров, среди которых Зейнеб Гюнайтан, «Бесценное время», «Невеста Истамбула», «Клуб» и «Братья Таиланд», «Великолепный век», «Моя Родина – это ты», платформа также подписала контракты с 10 самыми известными инфлюенсерами Турции – звездами социальных сетей. Учитывая огромную популярность турецких актеров в мире, особенно на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, Disney развивает производство сериалов и фильмов, которые смело можно сравнить с голливудскими аналогами. В том числе и по оплате звезд. Как сообщает главный редактор издания Акшам Барышко Джаалу, платформа предлагает просто невероятные суммы, которые заставят плакать телевизионные каналы. Так, Шахан Гитбахар подписал контракт с платформой на 10 миллионов долларов США на съемки продолжения знаменитой комедии Ридже Пиведик. Среди актеров сериалов самая большая зарплата из тех, что известны журналисту, у Халита Эргенча. Он получит 500 тысяч долларов за одну серию, то есть 7 миллионов турецких лир. Ханде Эрчель и Демет Эздемир получат 150 тысяч долларов за серию, 2 миллиона 203 тысячи турецких лир. Однако пока у журналиста нет информации о зарплате Араса Булута и Немли, Кенана Эмир Залеолу, Ингина Акюрека, Пынар Денис, Илмаза Эрдаана и многих других. Он уверен, что там суммы будут еще более значительными. Напомним, что зарплата суперзвезд на телевидение составляет от 100 до 400 тысяч турецких лишь за серию, что не идет ни в какое сравнение с суммами, которые предлагает Дисней. А учитывая, что на рынке он столкнется с конкуренцией Netflix и HBO, телевизионные каналы почти гарантированно лишаются звезд. Однако только покупкой звезд дело не ограничивается. Дисней строит гигантское съемочное плато в Турции, на подготовку которого выделен бюджет в размере 120 миллионов долларов. Место для новой киностудии уже найдено и строительные работы начались. Предполагается, что Дисней сможет использовать эти площади не только для съемок турецких проектов, но и крупных голливудских фильмов. Это уже четвертое съемочное плато в Турции, где предполагается снимать голливудские фильмы. Напомним, что Netflix также строит свою студию. Если мощности всех киностудий будут заполнены, а это вполне возможно, учитывая, что турецкое правительство предлагает огромные налоговые льготы зарубежным кинопроизводителям, и это без учета стоимости производства, которая гораздо меньше американской, то почти половина голливудской продукции ежегодно будет производиться именно в Турции. Журналист задается вопросом, сможет ли Дисней соперничать на турецком рынке с Netflix, у которого уже 3,5 миллиона подписчиков. Да, это вполне возможно, так как по условиям контракта звезды платформы не могут играть в сериалах другой платформы. Для Netflix в ближайшее время станет проблематично найти звезд для съемок в собственных сериалах. Впрочем, не будем забывать, что Netflix еще не сказал свое последнее слово, и стойко держит удар. В его арсенале такие звезды, как Чаатай Лусой, Кванч Татлыту, Берен Саат, Хазал Кая, Эсра Белгич, Эркан Колчак Кестендиль, Танер Алмес, Джем Элмаз и многие другие. Несложно предсказать, что особенно жесткая борьба развернется за тех звезд, которые пока не работают на телевидении. Не будем забывать и о цифровой платформе HBO Max, готовящаяся к выходу на рынок с проектом, который заставит соперников открыть рот от изумления. И это не пустые слова. Настоящая борьба платформ развернется летом этого года. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok